Начнем наш сегодняшний выпуск мы с небольшого анонса, а именно речь пойдет о том, что завтра 21 января в 21.00 у нас состоится 75-й стрим «Открытой политики». Всех призываю присоединиться к нему онлайн, задавать вопросы, пообщаемся. В прошлый раз, две недели назад, прошел у нас очень продуктивный, очень массовый стрим, так что давайте не ударим в грязь лицом и в этот раз. Вопросы заранее можно присылать в комментариях к этому нынешнему, сегодняшнему видео. Если вы по какой-то причине не сможете завтра подключиться, все комментарии я прочитаю, все самые интересные вопросы я выпишу и отвечу на них. И, конечно, мы напоминаем о необходимости помогать нашему каналу. Помогать нашему каналу материально – это как покупать еженедельную газету и, стратив 100-200 рублей стоимость одной чашки кофе, вы действительно существенно помогаете нашему каналу, а мы сможем продлить то время, которое мы с вами будем вместе. И, судя по растущей аудитории и растущей активности этой аудитории на нашем канале, мы вам необходимы, а вам все-таки следует помогать нам существовать, оставаться на плаву и делать наши очередные еженедельные выпуски, чтобы мы выходили как действительно еженедельная газета. Самым громким, ярким и заметным событием минувшей недели в Республике Башкортостан опять были задержания и обыски. Судя по всему, Владимир Путин действительно глубоко вник в проблематику медицинской сферы Республики Башкортостан, потому что задержания эти были связаны именно с этой сферой. Практически синхронно были задержаны, обысканы и допрошены госпожа Иксанова Инна, руководитель государственного казенного учреждения управления капитального строительства Республики Башкортостан и директор ООО «Медтехники» Рустам Аминев. ООО «Медтехника» – это один из крупнейших поставщиков тяжелой медицинской техники по контрактам для государственных медицинских учреждений. ФСБ подозревает эту сладкую парочку в том, что они провернули некую схему поставки контрафактной и некомплектной медицинской техники в медицинские учреждения Республики Башкортостан. На данный момент пока нам известно, что речь идет о 32 аппаратах УЗИ с совокупной стоимостью 238 миллионов рублей. Именно этой модели аппараты УЗИ были запрещены к использованию и закупке Министерством здравоохранения Российской Федерации. Есть отдельное распоряжение, где именно эта модель указывается. И следователи ФСБ предполагают, что Аминев и Иксанова не могли не знать об этом обстоятельстве. Что им не помешало одному, а именно господину Аминеву у Медтехника, поставить эти аппараты по контрактам, а госпожа Иксановой оплатить эти аппараты по контракту. Напомню, что они запрещены к обороту на территории Российской Федерации Министерством здравоохранения России. Более того, руководитель фирмы-производителя этих аппаратов на данный момент находится в федеральном розыске. Там что-то очень нехорошее. Пока не сообщается, являются ли эти аппараты УЗИ опасными для здоровья при применении в отношении людей, но мы будем это уточнять. Ну, как обычно, в подобных случаях в Башкирии при аресте крупных чиновников и крупных бизнесменов случается некая информационная дымовая завеса. То ли арестовали этих деляг, то ли не арестовали, то ли обыскали офисы, то ли нет. До конца непонятно. Минстрой и вовсе отрицает, что подведомственное ему управление капитального строительства подверглась каким-то манипуляциям. Рассказывают даже, что госпожа Оксанова кричала в телефон своим подчиненным «Чистите, чистите!» Ну, там, видимо, что-то касающееся документов, пока оперативники возились с открыванием двери ее роскошного особняка. Но это все пока слухи. Мы, конечно, будем внимательно наблюдать за этой историей, будем смотреть, как все пойдет дальше. Не слухи, другое, не слухи именно то, что управление капитального строительства Республики Башкортостан тратит бюджетные миллиарды на ремонт, реконструкцию и строительство школ, детских садов, поликлиник по всей Республике Башкортостан. И в том числе управление капитального строительства является заказчиком габаритной медицинской техники для тех медицинских учреждений, которые они строят, либо реконструируют, или ремонтируют. Вот этим объясняется, что УКС является заказчиком медицинской техники. Отдельно отмечу, что на этой неделе Федеральная антимонопольная служба отменила один из конкурсов на строительство школы в городе Салавате. И конкурс этот проводил тоже госпожа Иксанова, то же самое управление капитального строительства. Ну, похоже, у этого УКСа очень много где косяки имеются по строительству. И на очень многих объектах управления капитального строительства странные однообразные проблемы. Это сроки, это качество, это поставка оборудования. Стоит перечислить некоторые из этих объектов, которые на слуху. Это школа в Старом Сибае, школа в Новобулгаково, а также больницы, ФАПы и поликлиники в Акьяре, Киргизмейках, Янауле, Баймаке, Бирске, Языково, Кушнаренково, Стерлибашево, Старосопханкулово, Вуфе и Вучелах. Ну, география обширна. Практически по всей республике госпожа Иксанова раскинула свои щупальца и в том числе поставляла вот эту медицинскую технику. Я бы рекомендовал жителям республики Башкортостан, когда они обращаются в медицинское учреждение, уточнять, каким именно оборудованием их будут обследовать и не относится ли оно к тому оборудованию, которое в кавычках поставляли в башкирской медицине госпожа Иксанова и господин Аминиев. По сути, следователям ФСБ и доказывать-то особенно нечего. В этом деле все понятно. То есть, вот Аминиев поставил контрафактную медицинскую технику, Иксанова оплатила контрафактную медицинскую технику. Ну, наверное, надо доказать документально, что они были оба оповещены о том, что она контрафактная. Хотя они, по сути и по должности своей, обязаны в этом разбираться. Но что-то мне подсказывает, что дело будет небыстрым. У нас, знаете ли, какой-нибудь бедолага в Черниковке от безысходности украдет смартфон в связном и через пару месяцев уже напевает Владимирский Централ, отправляясь на свою дежурную двушечку. А вот всякие Аминиевы и Иксановы могут по карманам и кайманам распределять сотни миллионов бюджетных рублей, при этом годами будут расследоваться их дела, а они будут сидеть в теплых особняках с подогревом в полах. Но посмотрим, как это будет на этот раз, посмотрим, насколько принципиально подойдут следователи ФСБ к этому делу. Тут все-таки дело касается и безопасности, в том смысле, что это бюджет, и жизни и здоровья граждан, в том смысле, что это контрафактная медицинская техника. Пока мы не знаем, возбуждено ли уголовное дело в отношении Иксановой и Аминиева, но есть некие косвенные признаки. В частности, например, партия «Единая Россия», которой, вернее, относятся и Иксанова, и Аминиев, а Иксанова вообще там заметная фигура, она у нас тут и баллотировалась в депутаты от партии «Единая Россия», и вообще она такая отъявленная единоросска. Так вот, эта партия приостановила членство в партии обоих этих фигурантов, что свидетельствует косвенно об открытии уголовного дела. Потому что по уставу партии «Единая Россия», если ее член попадает под уголовное расследование, то на этот момент и на этот период членство в партии приостанавливается. А если член партии получает уголовное наказание, приговор, то его еще и исключат потом из партии. Но вот по этим вот косвенным признакам мы можем предполагать, что уголовное дело в отношении Иксанова и Аминиева все-таки заведено. Вообще арестов чиновников и бюджетных служащих, крупных бизнесменов, приближенных к бюджетному корыту, в Республике Башкортостан в последние 4 года более чем достаточно. Я бы даже предположил, что суммарно количество арестованных чиновников, министров, замминистров, сотрудников и руководителей всевозможных администраций и муниципалитетов за время правления Хабирова в Республике даже больше, чем за все время правления Хамитова и Рахимова вместе взятых. При том, что Хабиров у нас тут 4 года с чем-то, а Хамитов и Рахимов суммарно правили 25 лет. Но вот есть одна проблемка. Арестов много, задержаний много, разговоров много. А вот приговоров мало. Беляев, Кучербаев, Жульков, Иксанова и десятки менее звучных, но не менее социально близких башкирским властям чиновников и бизнесменов спокойно посиживают на домашних арестах. Обвиняются они в хищении действительно существенных сумм денег. Кто-то их похитил, кто-то там что-то там подписал не так, и деньги пропали. Годами они отдыхают у себя по домам. Кучербаев, Беляев в прекрасных условиях проживают. Жульков тоже не жалуются на холод, голод и лишения. Все эти люди обвиняются в злоупотреблениях или хищениях на 6, а иногда 9 значные суммы. Но тем не менее они в комфорте, они не на нарах. Справедливости ради надо, конечно, отметить, что кое-кому пришлось похуже. Господин Бадиков, крупный застройщик и руководитель в прошлом компании «Госстрой», уже год практически проведет в СИЗО. На этой неделе суд продлил ему санкцию, и он остается в СИЗО как минимум до 24 марта 2023 года. Напомню, что арестован и водворен в СИЗО Кирилл Владимирович был в марте прошлого, 22-го года. Ну, похоже, что не колется Кирилл Владимирович, не выдает пароли и явки, и награбленное честным трудом возвращать не собирается. Но тут немножко другое. Это все-таки бизнес. Я понимаю, что бизнес этот был очень близок к башкирским властям, и сам Бадиков был тогда депутатом горсовета, но это немножко другое. Все-таки хотелось бы некой социальной справедливости, хотя бы для вида, и пару-тройку крупных башкирских чиновников следовало бы водворить по-настоящему в колонии. Жители республики Башкортостан продолжают будоражить вопрос увековечивания памяти Муртазы Рахимова. Ну, нешуточные страсти, прямо скажем, разгорелись в интернете. Все обсуждают, каким способом было бы уместно увековечить память первого президента. Жители некоторых деревень требуют назвать их населенный пункт именем первого президента республики. А особо горячие головы даже рассматривают установку конного памятника, конного монумента Муртазе Рахимову на месте памятника Салавату Юлаеву. Все это, конечно, глубокий такой болезненный бред, но мы тоже заинтересовались этим вопросом и провели в нашем телеграм-канале «Открытая политика» опрос подписчиков. Ну, кстати говоря, в опросе поучаствовало на удивление и рекордно большое количество наших подписчиков. Свыше 1700 человек вызвались проголосовать, и результаты оказались, ну, скажем так, любопытными. 3% опрошенных считают, что памятник Муртазе Рахимову должен быть еще более грандиозным, чем памятник генералу Шоймуратову, и денег на него нужно не жалеть. И, пожалуй, так вот по моим подсчетам, эти 3% готовы расстаться с парой-тройкой бюджетных миллиардов. 12% опрошенных вовсе не считают необходимым увековечивать память Муртазы Губайдуловича и полагают, что это неуместно в принципе. Немало, 12%. 24% из числа опрошенных считают, что прежде чем увековечивать память Муртазы Рахимова и вообще заниматься вот этими делами, нужно до конца разобраться в том, кому и как ушли деньги за топливно-энергетический комплекс республики, поставить в этом вопросе точку, выявить виновных, и в случае, если Муртаза Губайдулович тут ни при чем, начинать увековечивать его память. Ну и абсолютное большинство из числа опрошенных, 61%, считают, что лучшей памятью о первом президенте республики будет достроенная мечеть Ар-Рахим на проспекте Салавата Юлаева. Поразмыслив некоторое время, я, пожалуй, присоединяюсь к тем, кто предлагает достраивать мечеть. Безусловно, конечно, дорасследовать вопрос ТЭКа нужно, но тут, как говорится, уже былое не вернешь. А вот достроить мечеть – это как минимум практично, потому что она бельмом на глазу в самом центре города, на самой оживленной артерии торчит. Ну и вообще практичнее было бы истратить эти 2 миллиарда, а как ни крути, все равно получится 2 миллиарда, истратить вот на эту мечеть, чем бросить эти 2 миллиарда в копилку Салавата Щербакова, который незаметно превращается в придворного скульптора на манер того, каким был Церетели у Лужкова. Хабиров, пожалуй, ничего в принципе придумать не может, начинает копировать какие-то былые модели. Вот Салават Щербаков превратился в его любимого скульптора. И я все-таки полагаю, что нецелесообразно отдавать ему эти 2 миллиарда, или сколько бы там ни было. А вот достроить мечеть – это практически красиво и правильно. Стали известны первые итоги поездки Хабирова в Минск на этой неделе. Напомню, Хабиров гонял в Минск со своей командой опять о чем-то там договариваться. В общем, первое, о чем договорился Хабиров, это о том, что мы в Башкирии теперь будем разводить зубров. Ну, доподлинно неизвестно, конечно, находился ли в момент этого заявления Ради Фаритович под воздействием знаменитой белорусской зубровки. Но я лично, когда это услышал, сразу же вспомнил Хамитова, который, помнится, планировал производить кумыс из молока «Зебр», который водится в одной из братских стран на тот момент, теперь я не знаю, братская ли нам эта страна, в Африке. Ну, похоже, что у каждого главы республики Башкортостан рано или поздно что-то перемыкает с сельским хозяйством и возникает какая-то завиральная идея, вот кумыс из молока «Зебр» или разведение зубров. Собственно, про зубров здесь, конечно, надо быть осторожным, потому что, видимо, никто не намекнул и не сообщил дорогому Радио Фаритовичу, что зубры вообще существуют в неких уникальных условиях Беловежской пуще. Мне там, кстати, приводилось бывать действительно забавные и интересные животные. Не очень понимаю, насколько они интересны в плане сельского хозяйства и мясного животноводства, но, по-моему, действительно занесло дорогого Радио Фаритовича. А еще Хабиров по результатам поездки в Минск опять нам пообещал белорусские троллейбусы. Теперь он их обещает к осени 23-го года, и я хотел бы пояснить, почему опять. Вот почему. Есть такая хронология обещаний Хабировым троллейбусов. Октябрь 21-го года. Уфимский троллейбусный завод поставит Уфе 45 троллейбусов из белорусских комплектующих, сообщил Хабиров. Март 22-го года. Хабиров и Мавлиев обещают, что вот-вот уфимско-белорусские троллейбусы начнут курсировать по Уфе. Июнь 22-го года. Хабиров заявляет, что 100 троллейбусов заказано уфимскому троллейбусному заводу из белорусских комплектов. Но, как вы сами понимаете, ни одно из этих обещаний не сбылось. И вот теперь Хабиров обещает к осени 23-го года 40 троллейбусов для Уфы. Ну, как не поверить дорогому Ради Фаритовичу. А еще Хабиров анонсировал авиасообщение Уфа-Минск. Ну, так как даже Ради Фаритович понимает, что желающих летать в это картофельное царство из Уфы не так уж много, а, честно говоря, совсем нет, то Хабиров тут же сообщил, что эти авиаперелеты будут датироваться из республиканского бюджета. Ну, вот, очевидно, что Хабиров, не умеющий чего-то достигать и получать какие-то результаты, решил эти результаты теперь покупать. Ну, то есть, вот, никто не летает на самолетах, соответственно, билеты оплачивать не будет, ну, значит, мы из бюджета будем оплачивать перелеты этих самолетов. Просто надо отметить, что покупает свои успехи Ради Фаритович за наши деньги. Последние четыре года мы с печалью наблюдаем за тем, как планомерно и безжалостно уничтожается столица республики Башкортостан, город Уфа. Не знаю, совпадение это или нет, но возглавляют это уничтожение и реализуют его на практике. Почему-то только те, кто совсем недавно приехал в город и явно не планирует связывать свою судьбу и судьбу своих детей с Уфой. Вот только краткий, верхний, как говорится, список этих самых понаехавших. Собственно, сам Хабиров, он совсем не уфимец и прожил только малую часть жизни в Уфе. Мавлиев и весь его КВН, Забелин, Морзаев, Ирина Голованова, министр ЖКХ, вообще не уфимская женщина, подельница Беляева по спиртзаводу. Ну, это только верхушка. У этих людей еще есть у каждого свой КВН, как у Мавлиева. Вот эта вот команда веселых и находчивых ребят, тоже понаехавших из тех краев, откуда и они, и которые с удовольствием разрушают и растаскивают наш город. Ну, какая тут может быть причастность, какие тут могут быть корни. Все три последних мэра Уфы не уфимцы. Это Мустафин, Греков, Мавлиев глубоко не уфимцы. Им глубоко наплевать на наш город. Это чувствуется потому, как они к нему относятся. Чувствуется, как они действуют в этом городе и как они все организовывают. Ну, а на прошлой неделе в Уфе все было как обычно. Четыре района, крупных районов, это Сосны, 8 Марта, Серафимовский и Затон, остались без воды на длительный срок. В Черниковке буквально вчера ночью 12 многоквартирных домов также сидели без воды. В Нагаево опять отключают электричество. В нескольких домах по улице Чудинова полопались трубы горячего водоснабжения. И кипятком были затоплены подвалы. Все подъезды были в таком тумане, влажном, мокром тумане, который оседал на стенах и полах. Жители беспокоятся о том, что у них будут проблемы с фундаментом и подвалами. Просят откачать этот кипяток из подвалов. Но ЖКХшники Орженкинского района разводят руками и говорят, что у них на весь район всего одна такая специализированная машина. И то она сейчас где-то на выезде. Вот можете посмотреть на видео и фото, это все безобразие прекрасно видно. В общем и целом уровень и состояние системы ЖКХ в городе Уфа стремительно идут вниз, что нисколько не интересует, я так понимаю, администрацию самого города. Администрация города занята иными вещами. В собственных саморазоблачениях она достигла новых высот. Некоторые юристы полагают, что попытка мэрии отменить свое же собственное решение о строительстве высотных домов на месте АКФ и дальнейшая апелляция и касация по этим делам, кстати говоря, проигранные мэрией, не что иное, как по сути признание администрации города Уфы совершение деяний, попадающих под признаки статьи 169 Уголовного кодекса Российской Федерации. Воспрепятствование предпринимательской деятельности. Причем решение инстанций судов – это косвенное подтверждение подобного предположения. Я, конечно, не юрист, и утверждать подобное уверенно не берусь, но очень уж это похоже. Сейчас из каждого утюга нам рассказывают, насколько лучше стали жить россияне после начала специальной военной операции и как поднимается будто бы на дрожжах импортозамещение экономика Российской Федерации. Однако некоторые факты и события из жизни нашего региона не очень ложатся в эту, прямо скажем, чушь пропагандистскую. Например, в Республике Башкортостан на минувшей неделе выставлено на продажу имущество двух крупных молокозаводов из группы «Башмилк». И похоже, что в скором времени на прилавках Республики преобладать будет привозная молочка, сделанная непонятно из чего и непонятно где, либо молочная продукция, произведенная в непосредственной близости от ядовитого и смертоносного химпрома на предприятии, которое так нравится дорогому Радио Фаритовичу. Еще один факт. Ну, пока еще не факт, а предположение, но очень уж тревожное. По «Башспирту» и среди его сотрудников поползли слухи о том, что крупнейший государственный алкопроизводитель «Башспирт» – это единственная в России государственная компания, которая сохранилась в собственности региона. Крупная корпорация производителя алкоголя. Так вот, «Башспиртом» заинтересовался «Рустам Тарико», это группа «Русский стандарт». Ну, и эту же информацию косвенно подтверждают сотрудники Министерства земельно-имущественного отношения. Ну, как известно, МИЗИ ОРБ – это формальный собственник государственных активов, в том числе и «Башспирта». Ну, вообще «Башспирт» всегда был любимой женой всех башкирских губернаторов, от Рахимова, Минуя Хамитова и до Хабирова, и никто из них даже мысли не допускал о продаже этого ценного источника калорий. Ну, отчаянные фантазеры в недрах «Башспирта» предполагают, что продажа, приватизация «Башспирта» Хабировым поможет получить некие деньги на празднование 450-летия Уфы. Ну, вот я лично пока не присоединяюсь к этому мнению, потому что, ну, уж совсем это было бы странно, да, продать «Башспирт» и пропить его на празднике. Ну, и кроме всего прочего, мало ли кто за долгие годы существования этого замечательного предприятия им интересовался. Тут и братья Ковальчуки пытались его приобрести, и еще кто-то, пока не получалось. Ну, в общем, будем наблюдать с тревогой за судьбой «Башспирта», потому что там и перед Новым годом обыски прошли, пока не проясненные до конца, что случилось, что обыскали, какие выводы. И руководство там меняется часто. Есть предположение о том, что господин Фарвазов не нашел общего языка в части дальнейшей судьбы «Башспирта» с руководством республики. В общем, что-то тревожное происходит, будем наблюдать, и будем об этом обязательно рассказывать. Субтитры создавал DimaTorzok